Моя сладкая, красивая булочка Мизуки лежит на мягкой лежаночке, почти засыпает, глазки закрываются, удобно малышке. Я не просто так начала видео с нее. По-хорошему, завтра нам нужно будет начинать с ней пить человеческий препарат от ФИП. Если честно, страшно. Пока что по малышке-ночке я не очень сделала выводы, но ухудшений нет. Плюсы человеческого препарата, конечно же, это очень большая разница в цене. Человеческий намного экономичней. Лично для меня есть минусы в том, что мне неудобно его давать. С ночкой у нас постоянно война. Мне приходится паштетик с лекарством просто закидывать в рот, держать ее маленькую ротозейку, чтобы она проглотила. Он горький. Таблетку в разы проще закидывать в рот. Кинул, как при глистовании, и все. Она даже не почувствовала и на язык ничего не попало. Нам сейчас пришли таблеточки, долгожданные, как раз-таки прям в последний день, когда у ФИНИКа уже все были съедены. Вот она, наше золото. 30 таблеточек Мелон. При том количестве животных, которые лечатся, если вот прям всем раздать, то и на неделю не хватит. Я поделила для Шурика и для Каи и отложила один блистер для ФИНИКа. Он будет заканчивать свое лечение именно на таблеточках. Итак, у ФИНИКа сейчас 75-й день. У Шурика 53-й. У малышки Каюшеньки сейчас 43-й день. У Мизуки 37-й день. И у малышки НОЧКИ совсем маленький срок лечения всего лишь 6 дней. Очень большие финансовые траты уходят на лечение ФИП больных кошечек. Но зато у нас есть победа. У нас есть Мимиша, которая победила свой ФИП. А еще могу показать, какой у нас стал шикарный Шурка. Он так меняется. У него красивейшая шерсть. У него такой шикарный хвост. А какой он игривый, какой он активный. Если честно, когда только появился препарат от ФИП, это казалось настолько фантастикой. Настолько было уже вбито в голову, что ФИП не лечится. Что поверить в нахождение лекарства было почти невозможно. Я тогда наблюдала за лечением первых кота и кошки. Потому что я как раз таки знала их кураторов. И можно сказать, у меня на глазах проходило лечение от ФИП тех животных. Ну, конечно, всей полной подробности каждый волонтер выставить не может. Но можно было наблюдать изменения. Как Кузя из совсем лежачего кота, который не мог даже ходить, стал вставать, стала меняться шерсть. Так и у нас. Из того зализанного с жирной, ужасной шерстью котенка, который постоянно спал, Шурик превратился вот в этого игруна. Просто сама активность. Шкодина. Ну, правильно, он же ребенок, ему хочется играться. А тут еще и собаки провоцируют, игры устраивают. И Шурке тоже хочется. Но боязно немножечко. Все-таки они собаки, а он котик. Может быть, с мячиком поиграть, но нет, собаки интереснее. Что они там вошкаются, что они там делают. Хотя и мячик вроде интересный. Но никак не может решиться, с чем же ему играть, с мячиком или с собаками. О, что-то дают. Достали для него пчелку. Все-таки это самая лучшая дразнилка для кошек. Сейчас, когда расфасовала таблеточки, у Шурика есть на 13 дней. Каюши отвезу еще на 11 дней. Есть таблеточки до конца лечения финика. И парочка таблеточек еще целых останется. Я вот все не знаю в раздумьях про мизу. Но я планировала и Шурку переводить на порошок. Но мама очень боится. Не знает, не представляет, как это все будет. Пока что у него есть таблетки. Дальше будем думать и смотреть. Хотя, конечно, много времени нет на размышления. Чтобы таблеточки дошли до нас, нужно 6 дней. Ну, то есть, по-хорошему, у нас неделя на раздумья. Будет ли Финик, будет ли Шурка дальше на таблеточках. Или попытаемся перейти на человеческий препарат, на капсулы. Все-таки Шурка нереальной красоты кот. Такая интересная шубка. Такой интересный хвост. Классный будет котярище. И вот этот кот тоже замечательный. И вот там в углу прячется еще один рыжик. Нафаня и Зефирка. Мальчишки решили тоже посниматься. А то что это? Все внимание только Шурки. Слишком жирно ему. Зефир тоже очень шкодный и очень игривый. Хотя, наверное, и Нафанька тоже игривый. Но он не дружит со мной и ни за что не пойдет играться. Он старается держаться от меня в стороне. Зато этих не остановить. Стрекоза так увлекла мальчишек, что Шурка даже забывает, с кем он играет. Ведь он тоже не любит мое внимание. Хорошо. Шурка у нас долечивается. А вот Зефир. Вот это очарование. Ему нужен дом. А тут посмотрите, какая пышность и красивучесть. Василиса нереально пушистая, нереально красивая. Она так поднабрала формы. Она стала такая куколка. Давным-давно пора присмотреться к этой кошечке и уже забирать это очарование. Ну, посмотрите, какая милаха. Все как обычно. Какие-то люди наигрались, и бывшая домашняя кошка оказалась на улице. Хорошо, что ей повезло. Надеюсь, что повезет и дальше, и мы найдем ей настоящую семью, а не вечная передержка. Она очень милая. Зефир – это нереальная моя любовь. Мне так нравятся изменения кота, и мне так нравится его характер. Конечно, хочется дом для всех и сразу. И побыстрее, пожалуйста. Но как-то этот процесс у нас очень медленно двигается. Есть уехавшие, и надо, конечно, про них рассказать. Пока держу секретики. Но хочется, чтобы уезжало как можно больше. Хочется, чтобы они находили свой дом быстрее. И тогда появлялась возможность помогать еще животным. Ну, а тут у нас прям мейн-кун. Ну, такой, слегка болевший. Да, усох немножечко. Размером, конечно, он не крупный, как мейн-кун, но красотой. Нафани все-таки стало интересно. И так хочется подойти к удочке. Но как же его смущает, что эта удочка у меня в руках. Зато вот эти два очарования совершенно не смущаются. Так что Нафаня очень многое теряет из-за своей стеснительности и нежелания со мной пообщаться. А вот это вот чудо готов со мной общаться всегда. Нашел мячик и решил, что может и сам поиграться. И не нужны ему никакие удочки. Я не знаю, мне так нравится его ухмылка на мордочке. Его такие необычные интересные усы. Вот не могу объяснить. Очень красивая морда. Это Тришенька. Тоже слегка трусливая малышка. Но если она привыкает к человеку, она очень нежная и очень ласковая. Шикарный взгляд, шикарный кот. Отдается само очарование. Скучать вы с ним точно не будете. Он и помурчит, и пузо подставит, и поиграется, и покусается, и сам поиграет без вашего участия. Ну просто. Супер кот. Где вы такого еще найдете? Нафаня решил, что я слишком близко подошла к его уголку и ушел куда повыше, чтобы я не касалась. Как раз у него, конечно, шикарный. Огненно-рыжий кот. Такой пламенный. Напишите ему несколько комментариев. Обязательно передам ему. Может, оттает маленькое рыжее сердечко. Комментарии пишите для всех. Для нас это очень важно. Обязательно поставьте класс. Спасибо за ваш просмотр. Просматривайте и предыдущие видео, и, конечно, не забывайте комментировать. Продолжение следует...